Это здание пустует уже много лет. Детский кинотеатр «Красную шапочку» продали в 90-е годы в частные руки. После этого некоторое время его использовали частные фирмы, но уже больше 10 лет оно полностью заброшено и постепенно разрушается. На стеклянных дверях висит вывеска «Ремонт». Олег сторожит здание, говорит, что здесь никто не работает и ничего не ремонтирует. В помещении нет света. Вовнутрь нашу съемочную группу не впустили. А можно посмотреть, зайти? Нет, без разрешения я ничего не знаю. А к кому обратиться? Хотя бы, может, какие-то телефоны? Я не знаю. Точно нет. Мэр Александр Лукьянченко утверждает, что несколько раз пытался вернуть детский кинотеатр городу. Говорит, хотели отремонтировать здание. Нынешним владельцам предлагали 2 миллиона гривен. К сожалению, мы не договорились и не сошли в цене. Хозяев, если их можно назвать хозяевами этого объекта, энное количество раз Ворошиловский райисполком штрафовал за ненадлежащее содержание этого объекта. Парк вокруг Красной Шапочки благоустроили. Поставили скамейки и посадили газон. Фасад бывшего кинотеатра разрисовали, чтобы он не портил общий вид этого места, отметил мэр. Дончанка Елена рассказывает, что с грустью смотрит на здание. В 70-е годы она ходила сюда в кино, а сейчас оно грушится. Избегали с уроков школьники, приходили на занятия, фильмы были интересные, еще советские, детские. Мультфильмы, ну погоди, чебурашка, все это здесь показывали. Ходили по несколько раз на один и тот же сеанс. Такой сарайчик постсоветского пространства. Ничего хорошего от него пока не ждем. Связаться с хозяйкой кинотеатра нам не удалось. Наша съемочная группа обращалась в Донецкое управление архитектуры и строительства. Там телефонов и адресов ЧП нет, и в городских телефонных справочных такое предприятие не зарегистрировано.